Волшебник Сказка о Ерше-Ершовиче, сыне Щетинникове. Русская сказка. Ершишка, кропочишка, Ершишка, погубнишка, Склался на дровишке со своим маленьким ребятишком. Пошел он в Камрику, из Камрики в Тросрику, Из Тросрики в Кубенское озеро, Из Кубенского озера в Ростовское озеро, И в этом озере выпросился остаться на одну ночку. От одной ночи две ночи, От двух ночи две недели, От двух недель два месяца, От двух месяцев два года, От двух годов жил тридцать лет. Стал он по всему озеру похаживать, Мелкую и крупную рыбу поддабало подкалывать. Тогда мелкая и крупная рыба собрались воедин круг, И стали выбирать себе судью праведную, Рыбу сом с большим усом. Будь ты, говорят, нашим судьей. Сом послал за Ершом, Добрым человеком, и говорит, Ерш, добрый человек, Почему ты нашим озером завладел? Потому, говорит, я вашим озером завладел, Что ваше озеро Ростовское горело снизу и доверху. С Петрова дня и до Ильина дня Выгорело оно снизу и доверху и запустело. Не вовек, говорит рыбосом, Наше озеро не горывало. Есть ли у тебя в том свидетели, Московские крепости, письменные грамоты? Есть у меня в том свидетели И московские крепости, и письменные грамоты. Сорога-рыба на пожаре была, Глаза запалила, и поныне у нее красны. И посылает сом-рыба За сорогой-рыбой. Стрелец-боец, карась-палач, Две горсти мелких молей, Туды же понятых, Зовут сорогу-рыбу. — Сорога-рыба, зовет тебя рыбосом С большим усом пред свое величество. Сорога-рыба, не дошедший рыбосом, Кланялась и говорит ей сом. — Здравствуй, сорога-рыба, вдова честная. Горывало ли наше озеро Ростовское С Петрова дня до Ильина дня? — Не вовек-то, говорит сорога-рыба, Не горывало наше озеро? Говорит сом-рыба, — Слышишь, ёрш, добрый человек, Сорога-рыба в глаза обвинила. А сорога тут же промолвила, — Кто ёрша знает-доведает, Тот без хлеба обедает. Ёрш не унывает, на Бога уповает. — Есть же у меня, говорит, в том свидетели И московские крепости письменные грамоты. Окунь-рыба на пожаре был, Головешки носил, И поныне у него крылья красны. Стрелец-боец, карась-палач, Две горсти мелких молей, Туды же понятых, Это государственные посыльщики, Приходят и говорят. — Окунь-рыба, зовет тебя рыбосом С большим усом пред свое величество. И приходит окунь-рыба, Говорит ему сом-рыба. — Скажи, окунь-рыба, Горывало ли наше озеро Ростовское с Петрова дня до Ильина дня? — Не вовек-то, — говорит, наше озеро не горывало. Кто ёрша знает-доведает, Тот без хлеба обедает. Ёрш не унывает, на Бога уповает, Говорит сом-рыбе. — Есть же у меня в том свидетели И московские крепости письменные грамоты. — Щука-рыба, вдова честная, Притом не мотыга, Скажет истинную правду. Она на пожаре была, Головешки носила, И поныне черна. Стрелец-боец, карась-палач, Две горсти мелких молей, Туды ж понятых, Это государственные посыльщики, Приходят и говорят. — Щука-рыба, зовет рыбосом С большим усом пред свое величество. — Щука-рыба, не дошедший рыбы, Сом кланялась. — Здравствуйте, ваше величество! — Здравствуй, щука-рыба, вдова честная, Притом же ты и не мотыга, Говорит сом. — Горывало ли наше озеро Ростовское С Петрова дня до Ильина дня? Щука-рыба отвечает. — Ни вовек не горывало наше озеро Ростовское. Кто ёрша знает-доведает, Тот без хлеба обедает. Ёрш не унывает и на Бога уповает. — Есть же, — говорит у меня в том свидетели и московские крепости, Письменные грамоты. Налим-рыба на пожаре был, Головешки носил, и поныне он чорен. Стрелец-рыба, карась-палач, Две горсти мелких молей, Туды ж понятых, Это государственные посыльщики, Приходят к Налим-рыбе и говорят. — Налим-рыба, зовет тебя рыбосом С большим усом пред свое величество. — Ах, братцы, нате вам гривну На труды и на волокиту. У меня губы толстые, брюхо большое, И в городе не бывал, Пред судьями не стаивал. Говорить не умею, Кланяться право не могу. Эти государственные посыльщики Пошли домой. Тут поймали Йерша И посадили его в петлю. По Йершовым-то молитвам Бог дал дождь да слякоть. Йорш из петли-то да и выскочил. Пошел он на Кубенское озеро, Из Кубенского озера в трос реку, Из трос реки в кам реку. В кам реке идут щука да сетр. — Куда вас черт понес? — говорит им Йорш. Услыхали рыбаки Йершов голос тонкий, И начали Йерша ловить. Изловили Йерша, Йершишка-кропочишка, Йершишка-погубнишка. Пришел Бродька, Бросил Йерша в лодку. Пришел Петрушка, Бросил Йерша в плетушку. Наварю, — говорит ухи, — Да и скушаю. Тут и смерть Йершова. Вот и сказочке конец, А кто слушал — молодец. Субтитры подогнал «Симон»